Сочи строят новый сквер на Мацесте. В день города там откроют первые 500 метров парковой зоны. На курорте повышают финансовую грамотность школьников и студентов. Олимпиада краевого уровня собрала 19 команд. Будущие финансисты съехали со всей Кубани. Подарки братьям нашим меньшим и полмиллиона учреждению доп. образования. Эколого-биологический центр Сочи сегодня посетили народные избранники. Музыка рождения зазвучала в Сочи. Сегодня в нашем городе популярную и уникальную методику, разработанную для будущих мам, презентовал лично ее автор профессор Михаил Лазарев. На Мацесте ко дню города появится прогулочная зона, как часть большого нового парка. Сейчас в микрорайоне ведутся глобальные строительные работы для реализации глобального проекта. Первый этап подрядчик обещает сдать к Новому году. В целом же по инициативе главы города Сочи этот приоритетный проект формирования комфортной городской среды станет продолжением существующего теренкура. За то, чтобы на этой территории курорта появился парк, проголосовали горожане. Сказано – сделано. Стройка в разгаре. Администрация города ведет ежедневный контроль производимых работ. Территория занимает несколько километров, но вот 500-метровую зону решено облагородить ко дню города, чтобы сочинцы смогли оценить, насколько глобальный проект реализуется сегодня на Мацесте. Первая очередь – это полное восстановление набережной. Это левый берег реки Мацеста. Парапет, брусчатка, освещение, лавочки. Рядом будет у нас велосипедная дорожка. По второму этапу здесь будут расположены еще и площадки, мафы. И также будет продолжаться работа, чтобы мы дошли до здания Мацесты, как это раньше было. На данный момент мы работаем до моста Ворошиловского. Планируется, что у нас работы будут идти до берега моря. То есть это идея главы – соединить наш теренкур. То есть фактически эта дорожка планируется у нас как продолжение теренкура. Мы сейчас просим единственных жителей организовать в субботнике район, чтобы нам помочь в наведении просто обычного человеческого санитарного порядка, потому что территория большая. Благодаря парку новой набережной и пешеходным дорожкам будет обеспечена и пешеходная доступность аллеи Челтенхема. Это то, о чем давно мечтали местные жители. В целом строительство парка разделено на этапы. Первый будет сдан в преддверии Нового года. Старт второму этапу будет дан весной, как только наладится погода. А буквально через неделю можно будет увидеть фрагмент большой картины, которая будет радовать глаз и горожан, и гостей курорта. Для того, чтобы чуть порадовать наших жителей, первую часть, даже первого этапа, 500-метровую зону набережной, строители наши обещают сдать нам гню города. Силы, люди, техника, возможности, все для того, чтобы они выполнили этот проект и контракт срок, все есть. На сегодняшний день мы рисков не видим. А гню города проведем праздничное мероприятие. Откроем кусочек набережной, первую зону, и дальше до конца года работа также будет продолжаться. На территории парка могут появиться и спортивные объекты. С предложением расположить здесь скейт-парк, тренировочные площадки и даже бассейн в администрацию Сочи обратился Росспорт. Но на этом реализация приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на курорте не заканчивается. Программа включает в себя создание как общественных территорий, так и дворовых. До конца года работа завершится в 12 городских дворах. В следующем году комфортную городскую среду в рамках федеральной программы планируют создать на 16 объектах. Каких именно, также определили сами горожане. Голосование проходило во всех районах Сочи. С дизайн-проектами, отмечают власти города, смогут ознакомиться все желающие. Студенты вузов Краснодарского края приехали в Сочи для участия в Олимпиаде по финансовой грамотности. Со стороны нашего города в ней принимает участие Сочинский госуниверситет. На его базе и проводится краевое мероприятие. Подробности в сюжете Елены Овсециной. Краснодарский край с 2008 года является участником пилотных проектов Министерства финансов России. Занимается вопросами повышения финансовой грамотности школьников и студентов. В нашем регионе реализуются три программы, в рамках которых ежегодно проводится и финансовая Олимпиада. Финансовые технологии очень серьезно развиваются. И для того, чтобы не отставать сегодня и идти в ногу со временем, конечно, обучение и повышение финансовой грамотности просто необходимо. Участвуют в финансовой Олимпиаде 19 команд из городов Краснодарского края. А площадкой для проведения стал Сочинский государственный университет, победив конкурсы среди вузов края. Я очень рада, что именно на базе Сочинского государственного университета это мероприятие проходит. Потому что, безусловно, в нем принимает участие большое количество наших студентов, наших преподавателей. Это позволит более качественно и преподавателям продвинуться в своем понимании методических приемов работы. Ну и для студентов это тоже очень важные навыки. Сама молодежь говорит финансово грамотными быть сегодня модно. Это значит и знать больше, и быть более уверенными. Здесь, на Олимпиаде, есть возможность познакомиться с ведущими специалистами в области финансов, которые, в свою очередь, тоже приглядываются к молодым кадрам. Финансовая грамотность – это такая штука, которую пощупать нельзя, но каждый ее ощущает буквально на каждом шагу в повседневной жизни. Если еще 5-6-7 лет назад никто не пользовался карточками, то сегодня их не только одна, но и две, и три, и несколько на каждую семью. Но самое главное – финансовая грамотность – это инструмент, который позволяет не только думать, но и улучшить свою жизнь в дальнейшем. Применять какие-то новые инструменты в жизни, которые могут сделать эту жизнь комфортной. Без финансовых знаний не обойтись, считают организаторы Олимпиады и предлагают студентам выполнение тестовых заданий и кейсов в течение 90 минут. А студенты уверены в финансе – это далеко не скучно и не сложно. Это то, что нужно в обычной жизни, чтобы добиться успеха. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. ООО «Сочи-Водоканал» продолжает преследовать свои коммерческие интересы в судах. Разбирательства идут уже в течение года. А последнее решение арбитражный суд Краснодарского края вынес 14 ноября, согласно которому администрации «Сочи» отказано в удовлетворении исковых требований о досрочном расторжении договора аренды водопроводно-канализационного комплекса. Данное решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано. Судебные тяжбы между коммерческой организацией ООО «Сочи-Водоканал» и «МУП-Водоканал» никак не скажутся на качестве поставляемых услуг жителям. Все обязательства перед абонентами «МУП-Водоканал» продолжают выполнять в полном объеме. Жители просят не поддаваться на спекуляции коммерческих структур. А теперь новости края. Отремонтировать дом культуры, достроить школу и реконструировать больницу. Вениамин Кондратьев сегодня проверил, как в регионе выполняют его поручения. В администрации Краснодарского края прошел час контроля. Губернатору доложили, в каких муниципалитетах отстают от сроков в этом месяце. Больше всего претензий к Брюховецкому району. Основная причина – в несвоевременном освоении выделенных из бюджета денег. Речь идет о бюджетных средствах. На самом деле за каждую копейку бьемся, за каждую копейку. И когда она не освоена по каким-либо причинам, то вообще неинтересно, какие причины и почему. Потому что слишком дорогая копейка для нас всех. Для нас всех, потому что мы вместе ее зарабатываем. Все вместе. А потом не можем эту копейку конвертировать в реальные блага, в реальную жизнь для простых людей. И для тех районов, которые ждут того, что в жизни их что-то меняется. Поэтому давайте не будем искать ни слух, а брать и заниматься делом. Кроме Брюховецкого района, вопросы у главы контрольного управления были и Кость Лобинскому району. Там также затягивают сроки с выполнением поставленных губернатором задач. Полторы тысячи детей сядут за парты новой школы в московском микрорайоне в следующем учебном году. Сейчас соцобъект готов на 90%, но быстрые темпы не повод расслабляться. Строители одновременно трудятся и снаружи, и внутри. Школу сегодня посетила Анна Менькова. А вице-губернатор края прошлась по коридорам, где совсем скоро зазвучит детский смех. Заглянула в кабинеты и лично оценила масштабы проделанной работы. С подробностями наши коллеги из Краснодара. Потребность в школах и детских садах здесь, в московском микрорайоне, огромная. Эта часть города хоть и новая, но развивается стремительно. Для того, чтобы обеспечить потребность всего населения, под социальные объекты здесь выделили большую территорию. Это почти 7 гектаров. Кроме этой школы на полторы тысячи мест здесь может появиться еще одна на 1100 мест. Территория большая и позволяет возвести и детский сад. Тогда в московском микрорайоне может появиться свой настоящий образовательный кластер. Здесь будет 4 спортивных зала, пищеблок на 600 учеников, просторный актовый зал, даже балетная студия. Учиться смогут 3000 детей. У этой школы есть все шансы стать образовательным центром микрорайона, отмечает Анна Менькова. Сразу после сдачи здания в эксплуатацию оно станет филиалом 71-й школы. Рекордсменки по количеству первых классов. В этом году их было 20. Однако в будущем учебное заведение на Байбакова получит свой индивидуальный номер. При строительстве и отделке помещений рабочие используют специальные, нетоксичные и негорючие материалы. Так, например, в раздевалках, которые, кстати, будут у каждого класса свои, появятся матовые противопожарные витражные стекла. Не забыли и об антитеррористической безопасности. А вот сюда будет стекаться вся информация буквально о каждом кабинете. Здесь и пожарная сигнализация, охранная, видеонаблюдение, блоки речевого оповещения. Ну, а вот этот щиток отвечает за все освещение в здании. Новые соцобъекты – это еще и дополнительные рабочие места. В штате этой школы будет 100 учителей. И подбирать кадры нужно сейчас, акцентирует внимание вице-губернатор. Анна Менькова уже дала поручение министру образования края Елене Воробьевой предусмотреть в бюджете суммы на заработную плату новым специалистам. Такой же большой будет и школа на красных партизан вблизи западного обхода. Она рассчитана на 1100 мест. Учреждение строят по федеральной программе жилища. Подрядчик обещает сдать объект во второй половине следующего года. За парты ученики сядут уже в сентябре 2020-го. А по соседству возводят детский сад. В просторных группах будут заниматься почти 300 малышей. Но вот о сроках сдачи застройщик говорит не уверенно. В какой связи произошла задержка по срокам? Внутри летние. У нас был застой небольшой. Летом? Когда как раз надо было строить, у вас произошел застой. Ну и что теперь? Как вы исправляетесь? Сейчас нагоняем, будем расстраивать все это дело. Каким образом? Будем увеличить сменность работ, количество людей. Сколько людей на объект? В две смены, на 67. В две смены работают? Так точно. Какие сейчас работы вы производите? Заканчиваем коммуникации сети наружные. Заканчиваем работу по внутренним коммуникациям, инженерии. В здании работают отделочники. Другие бригады со дня на день начнут стелить полы в группах. Но из-за того, что застройщик отстает от графика, коммунальщики не могут подключить здание к котельной. Нагонять темпы ремонтникам приходится подгул тепловых пушек. Мы сегодня за каждым подрядчиком очень внимательно наблюдаем. И для нас важно, чтобы социальные объекты строились без боя. Потому что сегодня впервые за много лет мы получили федеральное финансирование по ряду программ. И, конечно, мы бы не хотели эти деньги потерять. Понимаете? То есть вы подводите не меня. Понимаю. Вы подводите прежде всего себя. Ну и, конечно, жители, которые ждут этот детский сад и должны, конечно, сюда привезти своих детей. В очереди на место в детские сады в этом микрорайоне стоят больше 500 детей. И строители должны поторопиться. Но при этом, отмечает Анна Менькова, необходимо соблюсти все технологические нормы и требования безопасности. Вице-губернатор ставит сроки. В сентябре следующего года детский сад на улице Красных партизан должен принять первых малышей. Вероника Веретенникова, Михаил Ластенко, Кубань-24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Вероника Веретенникова, Михаил Ластенко, Кубань-24, Краснодар. Технологии. Но самое главное – мастерство. Продолжаем выпуск. Подарки братьям нашим меньшим привезли сегодня народные избранники в эколого-биологический центр. Находится он на территории 8-го избирательного округа, депутаты которого активно сотрудничают с образовательными учреждениями. Не с пустыми руками они пришли к самим воспитанникам учреждения дополнительного образования. Ольга Леот, Ильгизар Менгалеев, Андрей Формагин и Игорь Никитин здесь гости частые. Депутаты знают о нуждах эколого-биологического центра и даже аппетитах его питомцев. Как известно, здесь обитает масса живности, которую необходимо обеспечивать кормом. Для кур, кроликов, шиншилл народные избранники привезли пшеницу, комбикорм, а еще горшки для рассады. В этом учреждении дети познают как животные, так и растительный мир. Мы решили уделить внимание данному учреждению, потому что такое учреждение с таким видом деятельности у нас в городе Сочи одно. Эти дети всегда не пройдут мимо животных, именно больных животных, а это нужно воспитывать в каждом человеке с раннего детства. И именно вот такой любовь к природе, к любовь к животным эти дети пронесут всю оставшую свою жизнь. Это не первая наша встреча, и мы с ними будем встречаться и дальше, и будем с ними сотрудничать. Ну а что касается подарка самому учреждению доп. образования, то он традиционный финансовый. Полмиллиона рублей было выделено на сантехническое оборудование, частично было заменено отопление на более энергоэффективное. На будущий год мы также закладываем 500 тысяч рублей для дальнейшего улучшения этого центра. В эколого-биологическом центре имени Сергея Соколова школьники не только учатся, но и трудятся. Дел на территории немало. К примеру, старшеклассники здесь работают в период летних каникул, ухаживают за растениями и животными. У нас достаточно много животных, и есть как присмыкающиеся, так есть и пушные, там кролики, у нас есть птички, курочки, всякие шиншиллы и прочее. И вот они привезли им угощение. Мы очень благодарны депутатам нашего городского собрания, благодаря которым мы свои санузлы смогли отремонтировать, смогли отремонтировать отопление. Вот нам сегодня его дали, и сейчас нам уже получше, чем было еще вчера. И на следующий год у нас тоже большие планы, и нам тоже выделили деньги. Я благодарна от имени всего нашего учреждения всем депутатам нашего округа. Выражаю благодарность Ольге Владимировне Леот, Менгалееву, Фармагину и Никитину. Спасибо большое. Поддерживать юных сочинцев и их наставников сегодняшние гости центра считают своей главной миссией и сотрудничают со всеми учреждениями образования, расположенными в 8-м избирательном округе. Это 4 школы, 6 детских садов и 5 внешкольных учреждений. Мы гордимся этим, депутаты нашего округа, что каждой школе мы выделяем по 1 миллиону рублей в год. Мы выделяем внешкольным учреждениям, стараемся выделять ежегодно по 500 тысяч, по 300 дошкольным учреждениям. И вообще, одной из самых главных задач своих мы считаем, это социальная помощь. Конечно, учреждениям социальной направленности, и это правильно. На наш взгляд. Как потратить денежные средства, которые депутаты выделили на следующий год, в эколого-биологическом центре еще не определено. Ясно лишь одно. Средства пойдут на благо как юных сочинцев, так и их меньших братьев. Елена Овсицына, Инга Габеш и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Информация от Сочинского комиссариата. Министерство обороны проводит набор курсантов военно-образовательного учреждения высшего профессионального образования по результатам ЕГЭ и по программе со средней военно-специальной подготовкой без ЕГЭ. По зачислению курсанты находятся на полном государственном обеспечении и получают ежемесячное денежное довольствие от 12 до 20 тысяч рублей в зависимости от успеваемости. В период обучения курсантам ежегодно предоставляется каникулярный отпуск с бесплатным проездом к месту проживания. После окончания военного образовательного учреждения Минобороны выпускники получают высшее и среднее образование. Присваиваются им и воинские звания, лейтенант и сержант. Выдается нагрудной знак и диплом квалифицированного специалиста государственного образца. За справками обращаться в военный комиссариат города Сочи, расположен он на улице Горького, 29, контактный телефон 8-918-461-4304. На базе детского центра санатория «Заполярье» состоялась презентация методики «Санатал» или, как ее еще называют, музыки рождения. Направлена она на рождение и воспитание здорового ребенка. Сотрудники здравницы предлагают своим гостям занятия по методике профессора московского педагогического госуниверситета Михаила Лазарева. Называется она «Санатал-педагогика». А сегодня доктор лично презентовал свои наработки. Мамы будущие, тихонечко, пальчиками по животу, как будто вы там отбиваете по барабанчику, тихонечко, ладно? Готовы? Я по барабану, громко барабаню. Вот такое тактильное общение еще не родившегося малыша с мамой. Все это в рамках «Санатал-педагогики» – система воспитания здорового ребенка до и после рождения, которая построена на непрерывном развитии его музыкально-эмоционального интеллекта. Разработана она впервые в истории медицины, психологии и педагогики 35 лет назад. Сотрудники санатория «Заполярье» решили адаптировать и внедрить ее для своих отдыхающих. Это было совместное предложение, которое нашло применение здесь, именно на базе санатория «Заполярье». Потому что здесь есть все условия для создания данной школы и развития трех направлений, связанных с этой программой. Если же в целом говорить о санатал-педагогике, то только в набережных Челнах родилось по данной системе 45 тысяч детей. Сочи также присматривается к ней. Сегодня в санаторий «Заполярье» были приглашены представители городского управления по образованию и науке и преподаватели педагогического вуза. Сегодня 7 из 10 рождаются с признаками незрелости. Это общие данные статистические Минздрава. Не у нас, везде. По шкале Абгар 10-балльные рождают очень мало детей сегодня. Но это попытка сделать так, чтобы ребенок зрелым рождался. Все эти слова про гениальность в помойку. Вообще не об этом речь. Просто ребенок должен дозреть, как вот фрукт на дереве, дозреть. Он должен вовремя родиться к 40-й неделе. Не на 30-й, как сейчас, не на 35-й уже получше, а 39-й и 40-й. А дальше целая система продолжения этих занятий в раннем возрасте. А потом оказалось, что и дошкольник должен это продолжать. Разработчики программы готовы в сочинских вузах читать студентам лекции по системе «Санатал-педагогика». Это трехступенчатая модель. Сначала подготовка для беременных женщин, затем для детей от нуля до трех лет и программа для детей до семи лет. А юные гости Заполярье получат 10-дневный курс увлекательных занятий. Сегодня все, кто пришел на презентацию необычной программы, остались довольны. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочи Билд и мебельный вернисаж открылись в Сочи. Строительная и мебельные выставки собрали на курорте ведущие компании этих отраслей. В этом году участие в выставках принимают около 70 компаний-производителей, поставщиков оборудования и различных инновационных материалов, применяемых как в строительной, так и мебельной отраслях. На выставочной площадке представлены мебель для отелей и ресторанов, для дома и офиса, садово-парковая мебель, фурнитура и комплектующие и элементы декора. Строительные и промышленные компании представляют автономные установки очистки, вентиляционные элементы, деревообработку и кровлю, мебельные и строительные плиты, ламинированные полы и стеновые панели, лифтовое оборудование, окна и домостроение, керамограниты и металлоконструкции, строительные и отделочные материалы, проекты помещений, зданий и сооружений. В рамках программы выставки пройдут мастер-классы, направленные на улучшение качества жизни, как правильно выбрать мебель, современные инновационные внедрения в вентиляционных системах, как это внедрять в частных домах в том числе, по флористике тоже, ну и еще много всего интересного. Отмечу, что ежегодно строительную и мебельную выставку в Сочи посещают около пяти тысяч человек. Это специалисты строительной отрасли, архитекторы и дизайнеры, представители властей бизнеса, делегации крупных предприятий и, конечно же, гости и жители курорта. Экспозиция находится в выставочном павильоне «Ривьера» и «Вент-Холл» по адресу улица Круизная, Гавань-4. Посетить выставки можно с 10 до 18 часов до 17 ноября. На выставке «Сочи Билд» и «Мебельный вернисаж» свою продукцию представила компания «СДК Групп». Предприятие занимается изготовлением изделий из стекла, камня и дерева. Компания «СДК Групп» довольно молодая. На российском рынке она всего три года, но развивается динамично, успела завоевать доверие и получает только хорошие отзывы от клиентов. А все потому, что в производстве применяются исключительно натуральные материалы – дерево, стекло и камень. Лестницы, кессонные потолки, полы, настенные панно, мебель, кухни, окна, порталы – в общем, все, что необходимо для обустройства дома. Изделия из мрамора, гранита и благородных пород камней вовсе станут настоящим украшением интерьера. Компания «СДК Групп» напрямую работает с камнедобытчиками, с карьерами, что позволяет в полной мере осуществить потребность заказчика при выборе материала по его структуре и цвету. Мы можем выполнить не только простые, а также и сложные формы архитектурных решений, так называемые 3D-конструкции. Качество продукции не уступает европейским стандартам. Компания «СДК Групп» работает на итальянском оборудовании и исключительно по заказам клиентов. К решению любого вопроса здесь подходят индивидуально. Наше производство находится в городе Краснодар, на хуторе Ленина, в промзоне, на территории питомника декоративных растений, розовый сад. У нас открытое производство. Мы приглашаем к себе и производственников, и дизайнеров, и застройщиков, и конечных потребителей наших клиентов, которые могут прийти и посмотреть непосредственно производство и весь процесс производства того, что они заказывают у нас. И мы часто делаем курсы разнообразные для дизайнеров, для прорабов. Они к нам приходят и своими глазами могут посмотреть все, что и как происходит на самом производстве. Стенд компании находится в выставочном павильоне «Ривьера и Вентхолл» рядом с зоной для мастер-классов. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи можно найти эксклюзивные стройматериалы от бельгийского производителя. На площадке «Сочи Билл» свою продукцию впервые презентует компания «Вилпэ Рус». «Вилпэ» – бренд, который хорошо знаком специалистам строительной отрасли. Эта продукция, выпускаемая крупнейшим европейским концерном. Вентиляционное оборудование для частного строительства, полный спектр кровельных аксессуаров и всех решений, которые только можно представить с точки зрения комфортной вентиляции домов. Завод, где производится оборудование, находится в Финляндии. На территории России его представляет компания «Вилпэ Рус». Она имеет четыре филиала, которые расположены в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и в Краснодаре. В последнем есть региональный офис и склад, который обслуживает весь южно-федеральный и северо-кавказский круга, а также республику Крым. «Вилпэ Рус» также представляет бельгийского производителя «Ренсан». Эта компания, как никто лучше, представляет эксклюзивные солнцезащитные решения, раздвижные перголы и другие алюминиевые конструкции, защищающие от ветра, осадков и солнечных лучей. Передовые технологии и уникальное оборудование от «Ренсан» давно пользуются популярностью на территории Европы. В России это продукция-новинка, которая только начала внедряться на строительный рынок. Компанию «Вилпэ» знает достаточно большая аудитория строителей, кровельных компаний и так далее. Здесь представлен именно бельгийский производитель, то, чего на текущий момент на рынке нет. Это абсолютная новинка в целом в России, не только в нашем регионе. На выставочной площадке «Сочи Билп» компания «Вилпэ Рус» представляет себя впервые. А вот в Краснодаре и в Москве уже хорошо известно, поэтому посетить их стенд в Сочи – отличная возможность для местных застройщиков. Ведь помимо вентиляционного оборудования и солнцезащитных панелей, «Вилпэ Рус» представляет инфракрасное отопление, мебель, остекление и обустройство террас. Стенд находится в выставочном павильоне «Ривьера Ивент Холл» на улице Круизная Гавань-4. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграм и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.